Это программа День с толком, студия Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Загорелась емкость с жидкостью на АЗС. В Лебяжьем произошел крупный пожар. С этого дня авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено. Какую альтернативу уже предложили россиянам? И что теперь будут делать те, кто не успел вылететь на родину? Платили за мертвые души. Продолжение истории о Барнаульском бюро недвижимости. И опять горим. Этим днем жители Барнаула вновь делились в соцсетях впечатляющими кадрами огня и дыма. Что-то у нас в последнее время пожары, пожары. Очевидцы пишут в пабликах, что услышали два громких хлопка, затем в небо повалил большой столб черного дыма. Выяснилось, что на автозаправочной станции села Лебяжьи загорелось пять резервуаров с топливом и расположенный рядом топливозаправщик. Пожарные отреагировали оперативно. В итоге удалось локализовать огонь, чтобы он не перешел еще на семь резервуаров с топливом. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила около ста квадратных метров. Огонь тушили почти 80 человек. Для локализации возгорания созданы два боевых участка. Позже стало ясно, что во время пожара пострадал водитель топливозаправщика. Его госпитализировали в ожоговый центр. Сегодня закрывают авиасообщения между Россией и Турцией. Пока до 1 июня. Не полетят теперь самолеты и в Танзанию. В сети шутят, что российскому правительству не нравятся страны на букву «Т». Если серьезно, на период запрета уже были забронированы туры у 500 тысяч россиян. Как барнаульцы отреагировали на неприятную новость? Какие направления они теперь могут выбрать? И что делать тем, кто в данный момент находится на отдыхе в тех самых странах на букву «Т»? Собирались лететь 15 числа в долгожданный отпуск. А тут закрыли Турцию. В этой стране заражение COVID-19 с начала марта фиксируют в 5 раз больше, чем прежде. И русские туристы остались без надежды провести отпуск и ближайшие майские праздники на теплых пляжах Анталии. Но люди с деньгами могут себе позволить и российские пляжи. Наш туроператор не бросает, помогает. Мы сейчас заменяем этот тур Сочи, Абхазия. Как-то выходим из ситуации. Но отпуск перенести, к сожалению, как перенесли наш отдых, мы не можем. Сейчас мы находимся в Танзании, на острове Зензибар. Новости последние застали нас уже здесь. Конечно, мы сначала были слегка шокированы. В агентстве нас успокоили, сказали, что все хорошо, не переживайте, вы спокойно отдыхаете и вернетесь. Как предполагают туроператоры, из Турции такой спешной эвакуации, как в прошлом году, не будет. Но, возможно, некоторым отдыхающим придется сократить время туров. И главный вопрос, что делать с уже запланированным и проплаченным отдыхом? Туроператоры предлагают перенести. Кто-то предлагает без доплат на осень текущего года, кто-то предлагает возможность перенести отдых на любое доступное направление с переносом, соответственно, тех денежных средств, которые уже были неоплачены. Думаю, это наиболее приемлемый вариант в создавшейся ситуации, чтобы не терять вообще возможность отдохнуть в этом году. Как говорит Наталья Гордеева, оставшихся стран с теплым климатом немного. Если не получилось уехать в Турцию, есть Греция, Кипр. Подороже – Мальдивы, Сейшелы, Эмираты. По данным интернет-сервисов, для путешественников в топ самых дешевых вошли, например, Беларусь, Абхазия, Индия. Список у вас на экране. Согласно подсчетам, отдых на двух человек с перелетом, проживанием, питанием и походами в музей, например, в Беларуси, обойдется в 106 тысяч рублей. В Сербии – более 130, а в Марокко и Черногории – порядка 150. При этом обстановка меняется моментально, поэтому цены на перелеты плавают похлеще пляжных туристов. Есть и внутреннее направление, но в России теплых пляжей мало. И, как говорит представитель Алтайской ассоциации туризма Ирина Слесарева, нельзя думать, что желающие поехать в мае на море захотят поехать в горы. И все же мы спросили о развивающихся необычных направлениях внутри страны. В прошлом году, благодаря этой необычной ситуации, Хакасия проснулась знаменитой. Тюмень очень зажигает. Очень много у них всевозможных программ, тоже неожиданных. Все стало более доступным, на мой взгляд. Именно по российскому турпродукту он стал разный, он стал доступный и лучше, чем был. В России много не пляжного туризма, много отдыха, который дарит эмоции. Так что есть возможность узнать и навсегда полюбить свою страну не на показ, а по-настоящему. Например, так вызывает привыкание и горный Алтай. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 700 подписей на имя Вячеслава Франко удалось собрать общественникам, которые выступают против повышения цен на проезд. Напомним, еще в конце прошлого года в мэрии одобрили повышение стоимости проезда с 23 до 26 рублей в автобусах и электротранспорте, с 25 до 28 рублей в маршрутках. Когда именно изменятся тарифы, пока неизвестно. Общественники считают, что повышение даже на 3 рубля может отразиться на покупательской способности населения. К тому же барнаульцы уже давно заметили, цены на проезд растут, а транспорт, как был убитым, таким и остается. Как видится активистам, которые собирали подписи, вместо повышения цен нужно участвовать в программе обновления городского транспорта. Но для этого нужно оформить заявку, показать, насколько система подготовлена, как мы будем разрабатывать эти маршруты, к чему готов город. Там в том числе важны и выделенные полосы общественного транспорта, чтобы транспорт был развитый, чтобы инфраструктура развивалась. А если как сейчас мы относимся к транспорту, ну, сколько ни повышать цену на проезд, ничего хорошего из этого не будет. Количество пострадавших в ДТП с наступлением тепла в край выросло вдвое по сравнению с зимним периодом. Среди жертв водители автомобилей, пешеходы и владельцы двухколесного транспорта. Нередко они получают серьезные травмы даже при незначительной аварии. Врачи больницы скорой медицинской помощи вынуждены искать новые методы лечения. Какие узнавала Анара Шагирова. На этой больничной кровати Владимир с августа 2020 года. Примерно тогда и произошло ДТП, в ходе которого он получил многочисленные переломы рук и ног. В медицине такие травмы называются четанами. Так мужчина из Рубцовского района рисковал навсегда остаться прикованным к инвалидному креслу. Хотели ампутировать ногу, меня переправили в Барнаул и здесь собрали по частям. В Европе, говорят, врачи, ампутация была бы неизбежна. Так долго пациента там не выхаживают. Но чтобы поставить человека на ноги, алтайские доктора провели 9 сложных операций. Ситуация осложнялась тем, что не хватало просто кости. Она осталась на месте ДТП. Мы перерубили кость и начали ее растягивать. Организм человека уникальный. И вот этот дефект стал замещаться новой костью. Этот метод называют методом Элизарового. Только алтайские врачи его усовершенствовали. Они вставили штифт и травма заживает уже без специального аппарата. Никакого гипса не накладывают. Вы представляете, если у больного, например, у пациента имеется перелом обеих бедер, обеих голени, плеча, там перелом позвоночника, ну мы его просто, если положим на скелетное вытяжение, у него развиваются тяжелые гиподинамические осложнения, это пролежные. Сейчас Владимир передвигается самостоятельно, правда опираясь на костыли. Врачи шутят, скорость нормальная. И уже через несколько недель обещают перевезти Владимира на амбулаторное лечение. Подобные же случаи, по словам докторов, чаще всего случаются во время ДТП. Большой риск многочисленных переломов есть и у водителей, и у пешеходов. С отступлением весны количество аварий только увеличивается. А эти участники дорожного движения могут получить травму даже при незначительной аварии. Достаточно развить скорость 10-20 км в час, и можно сломать руку или ногу, а при отсутствии шлема и вовсе получить черепно-мозговую травму. Чтобы избежать подобных ситуаций, соблюдайте безопасность на дорогах, не перестают напоминать врачи. И, может быть, вовремя заглушенная музыка в наушниках не даст вам стать жертвой или виновником ДТП. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Политики региона встретились с молодежными активистами, чтобы обсудить социально-экономическое развитие края. Такое общение состоялось в рамках проекта «Лица Алтая». Любопытно, что в преддверии выборов осенью этого года участники всерьез поговорили о влиянии интернета. Сошлись на том, что сейчас большинство людей, которые умеют пользоваться всемирной сетью, предпочитают доносить свои жалобы и просьбы через интернет-приемные. И таким образом они доходят до политической элиты. Если о сложных ситуациях будут говорить чиновники и депутаты, проблема точно будет услышана. Те же встречи с избирателями. Понятно, что личное общение очень важно, но поверьте, допустим, молодежь, она не придет на встречу. Она уже тот прямой эфир в онлайне, в инстаграм, она с удовольствием его посмотрит. Поэтому это инструмент будущего. Можно критиковать его, можно наоборот его идеализировать. Но это тот инструмент, с которым надо работать, и кто научится с ним, работать с ним эффективно, тот и победит. Половину встречи депутаты и чиновники общались между собой, а потом дискутировали с молодежными активистами. Добавим, лица Алтая – это проект молодежного правительства края, созданный для неформальных встреч жителей края с властью и различными организациями. Более 160 потерпевших по всей стране. Из них десятки – жители Барнаула. Речь идет об одном бюро недвижимости, в котором оказывались сомнительные услуги. Мы рассказывали об этой истории еще до основания телеканала «Толк». Более трех лет понадобилось правоохранителям, чтобы провести все оперативно-розыскные мероприятия и довести дело до суда. Подробнее в сюжете. Чуть больше трех лет назад в центре города в этом здании находилось бюро недвижимости. Мы были в этом офисе, правда, через несколько дней после нашего визита его опечатали. Напомню эту историю. В ноябре 2017 года к нам в редакцию обратилась жительница Барнаула Елена. Она хотела снять квартиру. Заплатила 4000 рублей за доступ к списку арендодателей, с которыми это агентство якобы заключило договор. То есть схема простая. Ты платишь деньги, получаешь доступ к базе собственников, выбираешь квартиру, которую хочешь посмотреть, и тебя вроде там ждут. Вы уже договариваетесь заранее с собственниками? Конечно, конечно. Вы едете уже на тот вариант, где на квартире вас собственник ожидает. Только, как выяснилось, хозяин квартиры даже не подозревал, что к нему кто-то должен приехать. Мы тогда сами получили доступ к этому сайту, обнаружили там не арендодателей, а мертвых душ. Либо номер телефона вообще не существовал, либо кто-то брал трубку, но человек впервые слышал, что к нему должен кто-то приехать, повторюсь, и вообще слышал впервые о заключенном договоре. То есть в эту базу вносили совершенно случайные номера. Тут сидят люди, которые уже еще не обмануты, которые еще не заплатили эти деньги. Тоже обмануты. Ну вот видите, вы как на машине попали. То есть мы звоним при вас на громкой связи. Никто со мной договора никакие не заключал, никакие федеральные агентства. Просто мне сказали, что с вами уже заключен договор. Да нет, это самое и договор, они все хотят денег, чтобы не прописали. Вы отказываетесь не давать официальный отказ, заверенный печатью, подписью? Скажите только да и нет. Расследование уголовного дела было осложнено продолжительным характером преступной деятельности, а также проведением большого объема следственных действий с участием более 160 потерпевших и оперативно-розыскных мероприятий на территории 22 районов и 6 городов нескольких регионов Российской Федерации. В Алтайском крае пострадали десятки людей. 5, 6, 7 тысяч рублей – это суммы, которые клиенты оставляли в бюро. Вернуть свои деньги они не смогли. Люди подписывали хитро выдуманный договор, сами отдавали деньги. Во многом ситуация разрешилась, потому что героиня нашего сюжета не побоялась обратиться на телевидение. Многие люди молчат, обманутые, боятся либо какой-то огласки, боятся быть, может быть, смешными, как это. Ну, я тоже боялась, мне тоже муж говорил, не связывайся. Но в конце концов, почитав отзывы, я поняла, что если не связываться, они так и будут людей обманывать. В данный момент уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой». Дело планируется направить в суд с обвинительным заключением в мае этого года. Мы обязательно будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Ваш сын попал в аварию, помогу избежать наказания. Такие сообщения от мошенников по-прежнему приходят алтайским пенсионерам. На днях одного из них задержали сотрудники полиции. 20-летний кемеровчанин сейчас находится под стражей. К слову, подобные случаи в крайней редкость с начала года насчитываются около 2000 подобных краж. У тебя деньги есть, я говорю, но есть 40 тысяч, говорю, у меня есть. Отдай бабы все. Я выйду, я тебе все отдам. А сейчас меня вот что скажут, то и делай. И это не единственное пострадавшее действием мошенников пенсионерка. Схема была простая. Звонил незнакомый человек, представлялся близким родственником, а после сообщал, что стал виновным в ДТП. Но есть возможность откупиться деньгами. В панике пенсионеры даже не обращали внимания на различия в голосе. Они сообщали, что в ближайшее время приедет наш сотрудник или друг чей-то, то, что приедет, получается, ему нужно передать денежные средства. Я, получается, на адреса приходил, мне передавали денежные средства, я проверял заявления, которые потерпевшие писали. Вот, ну и все. 20-летний кемеровчанин рассказывает, просто хотел заработать. Да и увлекся его жертвами стали 6 пенсионеров Алтайского края. Последняя пострадавшая, 88-летняя женщина, отдала сразу 300 тысяч рублей неизвестному. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество совершено в крупном размере. Вообще, мошенники на приемы не скупятся. Они могут сообщить, что ваш родственник попал в беду или вам положена компенсация за БАДы. Предлагают перевести деньги на безопасные счета и похищают сбережения. Иногда преступники пользуются программой подмены номеров, представляются банковскими работниками и сотрудниками полиции. Последние, в свою очередь, регулярно объясняют гражданам. Мошенники всегда на чеку. Полицейские беседуют с жителями, раздают листовки, предлагая в любом подозрительном случае не медлить. Если вот такие случаи будут, вы сразу в 02 звоните, и там вам помогут. Сотрудники полиции предупреждают, если вам кто-то позвонил и сообщил, что знакомые или родственники в беде, не нужно торопиться принимать решения. Лучше проверить информацию и связаться с родственниками самим. А еще никому не сообщать свои личные данные и номера банковских карт. Анара Шагирова, День с толком. В одной из алтайских колоний террористы захватили заложников, и спецназ оперативно приехал в эпицентр ЧП обезвреживать бандитов. Таков сценарий тактика специальных учений, которые прошли накануне в Новоалтайске. К слову, уже в эту субботу отдел специального назначения празднует свой 30-летний юбилей. Наша съемочная группа побывала в гостях у бойцов и узнала чуть больше о их работе. Оглушительные взрывы, едкий дым, четкие. Выстрелы от алтайский отдел специального назначения «Легион» обезвреживает террористов. По сценарию преступники с гранатометом захватили здание. Заложников внутри уже нет, поэтому с бандитами не церемонятся. Стрельба, отвлекающий маневр. Следом граната, взрыв, сквозь пороховой туман силовики проникают на вражескую территорию. После зачистки люди в форме садятся в коробочку. Так негласно спецназовцы именуют БТР. Не успевают выдохнуть, как отрабатывают следующий сценарий. Освобождают заложников. Кстати, в 1989 году в Зминогорской колонии строгого режима случился бунт. Банда преступников захватила в заложники двух продавцов. Алтайский спецназ восстание потушил. Преступников устранил, заложников спасли. На входе операции погибли два сотрудника учреждения. Кстати, алтайский спецназ выезжал и в служебные командировки в горячие точки. Был сапером в течение года, ходил на мины, так сказать. Это был самый сложный период в моей жизни. Ну, страшно, куда деваться. Приходится, как говорится, смириться с этим. Что супруга сказала, когда вы сказали, что вот надо? Поплакала и ждала. Без приемов рукопашного боя никуда. Ежедневно оттачивают мастерство друг на друге. Удары, мягко сказать, не слабые. Синяков много или уже? Ну, это зависит все от физиологических качеств человека. То есть, насколько готово тело. Ну, синяки без них никак. Наше тело уже привычное. За столько времени работы, службы. То есть, уже все повидали. Уже в эту субботу легион отмечает 30-летие с момента образования. В этот день ребята снимут каски, заботут про приемы, про свои позывные. И будут просто обычными людьми. А уже завтра бойцам вручат звания и награды за их реально опасную работу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.